Ребятки, всем привет! Это новое шоу на нашем канале, в котором звездные гости будут проникать в голову к другому человеку и стараться понять, а как же он, блин, мыслит. И сегодня в чертогах разума Дани Милохина будут копаться Анька Покров и ваш Маруся! Каким будем в почке Дани Руси? А у него там есть две? А у него там столько скелетов, девчонки, вы даже не представляете. Значит, я задал ему несколько вопросов. На каждый из вопросов он мне дал 5 ответов. Он тебе ответил? 5 целых! Первый ответ стоит 5 баллов, второй 4, третий 3, четвертый 2 и пятый 1. В каждом раунде вы будете разыгрывать 15 баллов. У кого будет больше баллов, тот лучше шарить за Дани Милохиным, получается. А это же реально, потому что можно будет по всем комментаторам, которые говорят, что мы шарим за Дани Милохиным. Я только так и придумал это шоу. Только ради этого. Перед первым раундом предлагаю скинуться. Кто первый начнет? Первый начнет. Цоунефа. Цоунефа. Итак, Анька, ты начинаешь? Любимый тиктокер Дани Милохин. Дани Милохин. Нет. Артур Бабич. Это 3 балла. Угу. Мы тонем. Просто чисто в теории. Вот я Даня. Что она отвечает обычно в таких ситуациях? Да. Ри ВВВ. Ладно, подождите, это не мой ответ. Юлия Гаврильевна. Мимо. Маруся. Аня Бокрох. Мимо. Уходим. Лионель. Тоже мимо. Я Таню Милохин. Янгер. Нет такого варианта. Пейтон. Тоже мимо. Что, дебилы твои? Но он его не назвал. Когда? Маруся, давай. Майот. Тоже мимо. Баллик родовал. Это 5 баллов, ты попала. Браво. Боже. Блин. Юлия. Мать. Типа. Типа. Двое из них вообще как бы не тиктокеры. У него в голове творится полная... Мимо. Джарахас. Тоже мимо. Но рэпер. К. Давай так назовем. Маруся. Ответ of She? Давай говори, говори. Твой вариант ответа. Это из-то самка. Есть 2 балла. Ям Катюша. Нет? Да, 4 балла ты получается, офигеть. И последний балл остался в розыгрыше, это всем знакомый вам человек, я бы назвал его боссом. Ярик? Почему-то он назвал Ярослава Андреева. Доказательство будет сейчас вот здесь. Коновал. Катя. Девочка вот рыженькая. Бабич. О, Инсусамка. Ярослав. Он у нас даже там просто пятерочку не поставил. Мы даже не на пятке где-то. И в этом раунде Маруся дала три правильных ответа, но получила за это всего шесть баллов. А Анька выбила самые топчики карнавала. Ань, Катюша, девять шесть в результате первого раунда. Ну я живу жизнь, так, да я химкат. Назови главный минус Дани Милохина по мнению Дани Милохина. Кто? Ты. Лень. Кстати, нет такого минуса. Представляешь? Ну он не ленивый, но просто вдруг он сам отличный. Я не знаю, он какими фразами выражался, не знаю. Прилагательными. Спыльчивость, эмоциональность, агрессивность, злость. Э, ты уже полетела, полетела. А ты синоним и все. Не нашел я правильного слова. Маруся, теперь ты. Гиперактивность? Нет. Это скорее про тебя. Ты че, минус? Ты че, обладел? А был вариант ветотипа, что у меня нет минусов? Да, это два балла. Это два балла. Это два балла. Он не умеет водить машину. Нет такого минуса у него. А, типа, слишком красивый. Он просто знает Даню. Мало спит? Нет. Да еберс. Непунктуальный? Было, но он сказал, что нанимает людей, которые сливят за то, что он пункт. Да, да, есть. Но нет такого слова. Поэтому он не считает это минусом. Там что-то про деньги есть. Ааа. Транжира. Ну, хорошо, не умеет тратить деньги. Будем считать, что это транжира. Ну, Ваня, ты сказал, что жёсткие подсказки дали, что только на Маруся. А это всего лишь один балл, так что так можно. Он просто слишком сильно меня ненавидит, и хочет, чтобы я поскорее отсюда ушла. Давай, Аня. Прямой линейный. Ты получаешь три балла. Да нет. Маруся. Ну, остались в розыгрыше четыре и пять баллов. Может, какие вот прям два самых жёстких минуса? По мнению Дани Нелохина. Зрение. Плохое зрение, да. В одном минус четыре, в другом минус пять. Это мои два главных минуса. Простите. Ааа, может быть, про отношения, что он именно с любовью что-то связан? Нет. Не было такого? Нет. А, нетерпеливый. Есть пять баллов. Да мать ё! Почему на пять? Маруся, ещё есть четыре. Ещё есть четыре. Ещё есть четыре. Невнимательный. Да. Четыре балла разыграли. Нетерпеливый. Невнимательный. Слишком прямолинейный. Через чёрт, если неправильно. Минусов нет. Не умею тратить деньги. Итого, в этом раунде Маруся получила 8 баллов. Анька получила 7, и таким образом у нас счет 16-14. А как это вообще произошло? Сейчас раунд перевертый. Это значит, что самый популярный его ответ стоит всего 1 балл, а не популярный 5. Маруся, ты начинаешь первое. Больше всего эмоций Даня Милухина приносит. Блин, нет такой вариант. Представляю. Еда. Да, это самый популярный ответ, но ты получаешь за него 1 балл. Я же ответила. Давай. Сон. Нет такого варианта. Нет, спорт. Бег, спорт, машины. Нет. Отношения. Нет. Так это вообще-то моя очередь была. Да, теперь твоя очередь. Снимать тиктоки. Да, этот вариант получает аж 4 балла. Гулять, тусовки, квесты, кино. Все это связано с кем-то. Развлечения, друзья. Люди. Хорошо, ты получаешь 2 балла. Артур Бабич. Нет, такого варианта нет. Юлия Гавриловна. Да все, хватит. Экстрим. Нет. Нет, спонтанность. Музыка. Спонтанность мимо, музыка получает 3 балла. Маруся, но в розыгрыше осталось 5 баллов. Самое непопулярное. Самое непопулярное, да. Секс он не мог сказать. Нет. У него же его нет. Он же детственник. Точно. Конечно. Маруся, давай. Вот что он может делать? Я так понимаю, ты хочешь мне подсказать? Да? Единственное, что я хочу тебе сказать, он может ехать куда-то, допустим. Путешествия. Им не у него ничего делать. Машина, когда он в пробке стоит. И он этим занимается. Смотрит YouTube. Не твоя очередь была отвечать? Что, реально YouTube? Еда, еда. Люди, песни, музыка, тиктоки, интересных людей. YouTube видосики крутые. Да? Ты получаешь 5 баллов, Парюша. А то она же сказала неправильно. А, даже я сказала. А ты сказала неправильно. Маруся, я пытался тащить тебя как мог. Я даже засудил, а не покров мог. В этом раунде 5 баллов получаешь. Маруся, что он любит делать в машине? Поняла, он ездит в машине, его скучно. Типа, он что делает там? YouTube, Парюш. Это самые непостановочные 5 баллов в истории. Нет. Маруся. Маруся в этом раунде забирает всего 2 балла, а Анька забирает аж 13. Да нет, дайте 5 баллов. Еще остановится. С каждым разом все больше. Давай, растем. Еще остановится. 29-16. Но сейчас суперигра и все еще может измениться. Итак, Маруся, суперигра. Сейчас у тебя будет возможность вернуться в эту игру и вырвать победу у Аньки. Я задаю тебе 5 вопросов. Тоже про Даню Милохин. Соответственно, в розыгрыше. Охренеть. 25 баллов. 30 секунд. Тебе время на ответ. Так. Говоришь первое, что приходит в голову. Поехали. Самая дорогая покупка? Машина. Хорошо. Самый веселый в Dream Team House? Лиана. Кем бы стал Даня, если бы не блогерство? Космонавтом. Так. А если бы тебе нужно было переехать в другую страну, какую бы Даню Милохин выбрал? Мне кажется, он назвал какой-нибудь город России. Ну, пускай будет... Что мне может... Л.А. Л.А. Это не страна. Какой стране Л.А? Господи, Америка. На что больше часть времени своего тратит? Давай. Три, два, один. Сон. Сон. А, нет, он мало спит. Спорт. Дорога, 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 дорога. Это дорога, это дорога, это дорога. Это дорога. Пробки? Это дорога, да. Только потому, что ты разгромно проигрываешь, я засчитываю тебе этот ответ. Если Маруся уже давала такой ответ, то я говорю так, бип-бип, и ты переговариваешь. Вот так вот преимущество даем тем, кто проигрывает. Поехали. Самая дорогая покупка? Машина Майбаха была квадратикл. Так, самая веселая в Dream Team House? Артур Бабиш уже был. Лионель. Лионель и Артур Бабиш. Если Лионель была, значит Артур Бабиш. Кем бы стал, если бы не блогерство? Официантом, кем угодно. Хорошо, принимаю. Если бы ему нужно было переехать в другую страну, одну, какую бы он выбрал? Маруся называла уже, да? Значит, Турция. Хорошо, на что он тратит большую часть своего времени? На снимание TikTok. Время. На пробки, пробки на машине ездят. Когда в пробках есть. Но у тебя был новый вариант до этого. В TikTok. Все. Итак, самая дорогая покупка Милохи. Маруся получает 5 баллов за ответ «Машина». И почему-то он не назвал «Квадроцикл». Дальше у него были кроссы Джордана и Трэвис Скотта. Коллекция. Реально. Студия, которая удела дома в Dream Team House. Поездка на Мальдивы и «Худаки». Один балл вариант ответа. Даня. Самый веселый в Dream Team House. Ты ответила Лиана. Ты ответила Артур Бабич. Так, самый последний непопулярный вариант ответа на один балл – это Милохин. Сам он. На четвертом месте – Хомячок. На третьем – Обезьянка. На четвертом – Кот. А на первом – Ярослав Андрей. Девчонки. Такие они чертоги рады. Да, не Милохима. Никто не получает никаких баллов. А Хомячок на каком месте? В четвертом. А на пятом – сам Милохин. Кем бы стал Милохин, если бы не блогерство? Маруся долго думала и ответила космонавтом. Естественно, получила ноль баллов. Самый непопулярный вариант ответа – спился бы и умер. Не работал бы вообще два балла. Был бы ведущим три балла. Официант четыре балла получает Анька Покров. И работал бы в Макдональдсе пять баллов. Реально, даже не музыкантом. И последние два вопроса. Если бы тебе нужно было переехать в одну страну, какую бы ты выбрал? А Маруся долго говорила «Л.А». Мы докрутили. Она такая, он бы сказал «Какая-нибудь Россия». Мы докрутили до Америки. Это действительно три балла. Один балл – Украина, два балла – Китай, четыре балла – Испания, пять баллов – Дания. Ему сказали, что там очень красиво. И он такой. Просто имя типа Даня. Ну Даня в Дании, реально. И последний вопрос. На что Милохин тратит большую часть своего времени? Самый последний ответ. Хожу на квесты. Видимо, вместе с тобой. Обзываю Аню по кровь. Два балла. Жизнь. Стоит в пробках. Три балла. Маруся забирает эти три балла. А, она меня сказала? Тик-ток. Четыре балла. И развитие. Пять баллов. Чего? Какое развитие. А, в смысле не в мозг. В смысле? Да он нет. Он и книжки сейчас читает. И ходит на спорт. И музыкой занимается. Он че? Он знаешь, что такое книги? Да он стихи читал. Он Есенина. И в нашем сегодняшнем шоу. Обалги. Со счетом 37-27. И теперь с официальным званием «Я шарю за Даню Милохина». «Я шарю за Даню Милохина». Побеждает Аня Покров. У вас появилось самое бесполезное звание в жизни. Давайте про бабичи следующий мужик. Я 100 из 100 заберу. Пишите свои варианты в комментариях. Мне кажется, будет отличной традицией, если тот, кто победил в нашем шоу, в его голове следующие люди будут рыться. Поэтому, Анька. Я... Нет. Что там они нароют? I will call you maybe. Дашь мне свои ответики, а уже другие будут разбираться, как ты мыслишь. Все, ребят, девчонки, вам спасибо большое. Пока. Маруся Лох. Маруся Лох. Даня Лох. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова